На первом этаже лавка колониальных товаров, на втором – покой купеческой семьи Высоцких. После Октябрьской революции здание 1860 года постройки превратилось в дом пионеров, позднее в спортивную школу. Но судьбу этого строения перевернул в 2009 год. В результате серьезной проверки выяснилось, что здание не соответствует нормам пожарной безопасности. И так как здесь были деревянные перекрытия, для детей это недопустимо по пожарным нормам, здание закрыли, учреждение закрыли, и здание три года пустовало. После этого было принято решение перенести музей археологии с улицы Красной в новое здание, на основной туристический маршрут. На сегодняшний день самый сложный этап реконструкции завершен. Специалисты укрепили стены, заменили перекрытия и воссоздали планировку. Закончить строительно-монтажные работы планировали в текущем году. Однако сроки сдвинулись. Во время очистки стен строители обнаружили следы первоначальной исторической покраски. Парадные залы второго этажа довольно-таки неплохо сохранились. Они были закрашены неоднократно всевозможными слоями во время эксплуатации здания уже в советский период. И мы это все обнаружили, делали аккуратную расчистку. Выяснилось, что все потолки второго этажа подлинны, соответствуют дате постройки здания, и они имеют разноцветные раскраски. Такую находку без внимания не оставили. Несмотря на то, что реставрационные работы затянутся до 1 июня, комиссия приняла решение воссоздать первоначальные интерьеры. Параллельно с ними специалисты начнут оформлять экспозицию археологического музея. Здесь будет не просто экспозиция, здесь будет и в том числе научная работа проводиться, и конференции традиционные археологические будут здесь проводиться, и может быть какие-то открытия озвучиваться. Специалисты уверяют, до появления в нашем городе интерактивного чуда под названием археодром осталось чуть меньше года. Предельный срок, когда мы точно должны музей открыть с отработанными, с оттестированными программами, это день города, следующий год. Татьяна Федянова, Сергей Павлов, Новости.